Здравствуйте, в эфире новости в студии Ольга Лефимова. Вместе с моими коллегами я расскажу вам о главных событиях к этому часу. В регионе активно ведется прививочная кампания от коронавируса. Второй компонент вакцины «Спутник Ви» получили уже более 7 тысяч жителей региона. Первый этап вакцинации прошли почти 10 тысяч человек. Сегодня мобильный пункт открылся и у Белого дома. Сделать прививку в нем могут не только сотрудники областной администрации. Подробности далее. Валерий Заруни один из первых сегодня пришел в мобильный прививочный пункт. Мужчина считает большой удачей возможность сделать прививку рядом с работой. Дело нужно, делать нужно. Понятно, что много сомневающихся. И мы живем в такое время, когда со всех сторон просто информация сыплется совсем разнообразная. Ну, решение за каждым принимать ему нужно взвешенно, ответственно. Валерий заполняет анкету и проходит медосмотр. Ему измеряют давление и температуру. Еще одна обязательная процедура – проверка уровня кислорода в крови. Все показатели в норме. Можно делать прививку. Вторую дозу вакцины препарата «Эпивак» Валерий получит уже в поликлинике по месту жительства. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт. Полис и СНИЛС сегодня в мобильном пункте два вида вакцин от коронавируса – «Спутник Ви» и «Эпивак». Разница между вакцинами в том, что гамм-ковид-вак – это вакцина, синтезированная на аденовирус, а «Эпивак-корона» – это полностью синтетическая вакцина. «Эпивак» делается в возрасте от 18 до 60 лет. Гамм-ковид-вак – с 18 лет, без ограничений по возрасту. Во Владимирской области работают 17 мобильных прививочных пунктов. Медики выезжают в отдаленные территории, а в городах останавливаются в местах с большой проходимостью. Сделать прививку можно и в «Глобусе». В гипермаркете фельдшеры вакцинируют каждый день с 9 до 12 часов, кроме воскресенья. Ольга Лефимова, Антон Рылов, Вячеслав Сноровкин, Губерния, 33. Более ста нарушений масочного режима и других антикоронавирусных правил выявили ревизоры в торговых точках региона. Продавцы работали без средств индивидуальной защиты. В магазинах не была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В нескольких торговых центрах и предприятиях общественного питания не соблюдался график дезинфекции. У нарушителей не оказалось даже спецсредств для обработки антисептиков. Всего ревизоры проверили 856 точек. Недочеты выявили не только у предпринимателей. 12 протоколов об административной ответственности полицейские составили и на покупателей, которые находились в магазинах без масок. И к другим темам. В деревне Вяткино Судогодского района началось строительство очистных сооружений. Этого события сотни местных жителей ждали 4 года. Люди жаловались, что сточные воды со всего населенного пункта сливаются прямо в землю. Старые очистные сооружения с нагрузкой не справлялись. Износ комплекса составляет 100%. В результате жители деревни задыхались от запаха нечистот. Очень сильные запахи. То есть немножко, например, понижение температуры в сторону мороза. И стоит там испарение, которое снимались у нас неоднократно жителями прямо из квартир. То есть мы видели эти канализационные отходы, канализационные ложи, которые оставались на плаву. То есть как ландшафтная канализация была. Стратительство очистных сооружений обошлось областной казне в 162 миллиона рублей. Объект возведут в рамках государственной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. К выполнению работ подрядчик приступил в конце апреля. Стройку обещали завершить в рекордные сроки, к ноябрю. На станции установят современное оборудование. Очистные сооружения будут использовать не только в Вяткино, но и в соседних населенных пунктах Судогодского района. На самом деле проблема очистных сооружений у нас в области довольно остро стоит. Износ очень большой. Стоки действительно у нас нормативно не везде очищаются. И, например, есть уже проектная документация в поселке Красная Горбатка на 500 миллионов рублей на строительство очистных сооружений. Другие муниципальные образования уже в разработке проектной документации. Я думаю, что, конечно, при наличии финансирования у нас сейчас проблема сдвинется в лучшую сторону. Уйти с нелюбимой работы и начать новую жизнь. Такое решение уже приняли более 10 тысяч жителей Владимирской области, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. С этого года они, как и бизнесмены, могут получить бесплатные консультации, даже финансовую поддержку в центре «Мой бизнес». С подробностями в материале Елена Павлова. Берем один корж, заварной крем из холодильника. И в моей семье всегда любили, чтобы крема было много. Торт «Наполеон» Виктория Пучешская готовит по семейному рецепту. Его секрет прост. Главное – выбрать свежие продукты и выпекать кондитерское изделие только в хорошем настроении. По образованию Виктория Пучешская – инженер-строитель и экономист. Долгое время женщина работала по специальности. Превратить любимое хобби в небольшой бизнес решила только в этом году. На это Викторию вдохновили дочери. Они предложили маме зарегистрироваться в качестве самозанятой. Мне сказали, что этими вопросами занимается Владимирский центр «Мой бизнес». Со мной общалась Наталья Николаевна, которая развеяла все мои вопросы, на все ответила и помогла мне. Во-первых, это официальная моя работа. Во-вторых, я имею официальный доход, с которого плачу налоги. Плюсы официальной регистрации отмечает и Наталья Лобачева. Женщина делает на дому съедобные букеты. На создание одной композиции уходит от 30 минут и больше. Все зависит от объема и количества ингредиентов. Подготовка продуктов тоже занимает время. Я все продукты мою. Теперь Наталья открыто может заявить о себе на рекламных площадках и начать сотрудничество с разными организациями. Творческую профессию фудфлорист совмещает с основной работой. В будущем женщина хочет открыть небольшую студию, чтобы проводить мастер-классы. Данный букетик будет примерно стоить около 1300-1400. Больше, конечно, сейчас идет на энтузиазме. Мне очень нравится этим заниматься. Придумываю много разных розыгрышей, акций, бонусные программы. Самозанятыми могут стать мастера и кондитеры, а также индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников. Налог на профессиональный доход для таких граждан во Владимирской области действует с июля прошлого года. На сегодняшний день свою деятельность официально зарегистрировали более 10 тысяч жителей региона. При расчетах с физическими лицами ставка составит 4%, при расчетах с юридическими 6%. Более того, в качестве меры поддержки самозанятым гражданам начисляется бонус в размере 10 тысяч рублей. И до полного его обновления ставки будут еще ниже. При расчетах с физическими лицами 3% и при расчетах с юридическими лицами 4%. С этого года самозанятые приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства. Это значит, что они могут получать консультационную и финансовую поддержку в центре «Мой бизнес». Этой возможностью уже воспользовались более 40 человек. Елена Павлова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. Продолжаем выпуск. В Владимире трое студентов авиамеханического колледжа сдержали агрессивного мужчину с ножом. Они обезоружили его в одном из дворов областного центра и дождались приезда полиции. Я шел после пары и увидел девушку, бежащую от человека. Они забежали за угол. Услышал я крики и пошел тоже за угол зашел. Девушка кричит, помогите, помогите. Я подошел, говорю, спрашиваю, в чем дело. Она говорит, у него нож. Я подхожу, действительно смотрю, у него в руках был нож. Я начал их разнимать. Тут подошли мои нагруппники. Происшествие случилось в апреле. Задержанный мужчина получил штраф за мелкое хулиганство. Накануне смелых студентов пригласили принять участие в масштабном мероприятии областного управления МВД. В рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского сотрудники полиции возложили цветы к памятнику князю. Егору Малафееву, Денису Балычину и Владиславу Савину вручили почетные грамоты за оказание содействия органам внутренних дел. Очень рады воспитывать таких детей, как наши ребята нашего колледжа механического. Стараемся воспитывать в детях патриотизм, прививать изначально гордость за Россию, за наших героев и за сотрудников правоохранительных органов, которые мы надеемся, что в будущем они обязательно станут. Береза вместо яблони. Владимирцы рискуют купить не сортовые плодовые деревья, а некачественные саженцы. Сотрудники Россельхознадзора провели рейд на одном из рынков областного центра, чтобы выяснить, какой товар продавцы предлагают дачникам. Подробности расскажут мои коллеги. Каждой весной владимирские дачники играют в лотерею. Даже опытным садоводам трудно предсказать, приживется ли новый саженец на участке. За поиском хороших посадочных материалов большинство людей отправляются на рынок. Ольга Михайловская считает, что на прилавках всегда богатый выбор. Сегодня она пришла за белой смородиной. Вот видите, она уже с ягодами на крону, на все, на корневище, на все, вот зелень какая уже, все. У меня черные много, а вот белые нет, мне нравятся белые смородины. На сладкое, хорошее. Да, наши местные соколы. Марина Леонтьева продает саженцу уже шесть лет. Выращивать разные растения женщина начала еще в детстве. Сегодня она считает любимое дело своим призванием. Эти деревья и кустарники выращены в Судзальском питомнике. По словам продавца, Владимирцы уже знают, что у нее товар качественный. Приходят на рынок в начале каждого дачного сезона. Даже мне некоторые люди говорят, Марина, потрогайте, потому что у вас такая аура, что когда вы потрогаете эту саженцу, у нас все прекрасно прирождается. А покупателей очень много. Наш товар все любят. Приходят сюда просто, ну, как бы, купить то, что им нужно. Чтобы не прогадать с выбором саженца, специалисты Росельхознадзора перед покупкой рекомендуют внимательно осмотреть его внешний вид. Нужно смотреть, конечно, на механические, нет ли каких-либо механических повреждений, усохших, либо каких-то ветвей. Корневая система должна быть хорошо разветвлена, с множеством мелких крышков, и не пересохшая. Здесь мы видим, как бы, хорошую корневую систему. На каждом посадочном материале должна быть этикетка. На ней продавец обязан указать название культуры, сорт, обозначение стандарта, номер и число саженцев партии. Эксперты напоминают, право проверить документы на товар есть не только у ревизоров. Предприниматели обязаны подтвердить даже обычным покупателям происхождение и качество саженцев. Брать стоит растение, которое прошло испытания и выживут в нашем климате. Основные нарушения требований законодательства – это реализация саженцев плодово-ягодных пультур, сорта которых не включены в государственный реестр садикционных достижений, допущенных к использованию. Например, яблые сортов конфетные, штрейплинг, груша сортов медовая, лесная красавица, вишня сортов черный принц, шуковская. В погоне за прибылью многие бизнесмены не сообщат в Россельхознадзор о поставках под карантинной продукции. Еще один вид нарушения – саженцы вывозят из фитосанитарной зоны без оформления сертификатов. Только с начала года специалисты ведомства составили более ста протоколов на виновных. С продажи снят около двух тысяч саженцев плодово-ягодных культур. Ирина Начарова, Елена Павлова, Дмитрий Шаталов, губерния 33. Сегодня во Владимире из-за ремонта теплосети с 11 вечера ограничат движение всех видов транспорта по улице Мира до пересечения с улицы Гороховой и до перекрестка с Октябрьским проспектом. Движение откроют только 17 мая в 5 утра, а завтра во Владимире с 7.30 утра до 16 часов перекроют движение на Лыбецком магистрале. Транспорт направят в объезд. В это время будет проходить спортивный праздник, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Начнется он в 9 утра. В этом году в программу включены соревнования лыжероллеров и беговелов. Пройдут велопарад и легкоатлетическая эстафета. На Лыбецком магистрале будут соревноваться воспитанники детских садов, школьники и студенты. Как отмечают организаторы, присоединиться к ним могут все желающие. В Коврове прошла очередная спасательная спецоперация. На этот раз повезло бездомной собаке. Пес провалился в подвал жилого дома. Вытащить его самостоятельно местные жители не смогли. Пришлось вызывать спасателей. Они закинули в подвал палку с крепкой петлей. Испуганная собака поняла, что зла ей никто не желает. Но сотрудников все же облаяло уже после спасения. На этом у меня все. Не забывайте, губерния 33 есть и в социальных сетях. Будьте с нами в Инстаграме, Вконтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. А если вам нужна наша помощь, звоните на редакционный номер 32-62-33. Оставайтесь с нами. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Его проведет мой коллега Илья Лопушенко. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова